Борис Владимирович Светлов родился в Минске в 1958 году. Министр культуры Республики Беларусь. Культуры Республики Беларусь Культуры Республики Беларусь Культуры Республики Беларусь Культуры Республики Беларусь не культура, это, если хотите, выражение эмоций, которое очень граничит с нашим биологическим состоянием. Мы достаточно сложное существо, что нас отличает – это умение разумом подавлять свои животные эмоции. Но если мы это не делаем и, наоборот, акцентируем внимание на нашей животной природе, мне это совсем не интересно. А вы знаете, что я отвечу на этот вопрос очень практически. Дело в том, что сегодня мы отдали на откуп театрам полностью решение художественных вопросов и убрали вот эту своеобразную редактуру, которую раньше осуществляли художественные советы. И я считаю, что от этого наше театральное искусство не выиграло, а только проиграло. Да, потому что любой художественный совет – это уже малое, если хотите, такое концентрированное выражение общественного мнения, предварительное общественное мнение, потому что за каждым членом художественного совета стоит определенная социальная группа, определенный социальный класс нашего общества, страта, если хотите. И он выражает эти интересы и должен показать режиссеру, должен показать артистам, что да, ваш спектакль, ваше произведение, оно может быть интересным, но может быть интересным только для очень узкого круга зрителей. Если вы хотите стремиться к большему охвату аудитории, значит, вам надо еще учесть, так сказать, и вот это мнение. Поэтому моя, считаю, моя точка зрения, что худсоветы, они очень несут полезную функцию. Но не надо забывать, что всего должно быть меру. Когда художественный совет превращается просто в цензора, ну вот это, конечно, уже никому не нужно. Я встаю в 5 утра и по возможности проплываю либо километр, либо два до работы. Ну, кто-то ходит на работу пешком, знаете, для разминки. Ну, вот я, можно сказать, доплываю до работы пешком. Затем вот уже где-то 8, начало 9, это работа с документами, пока в тишине, так сказать, какая-то настройка себя, ну, а дальше уже все по графику. Как правило, стараюсь закончить все до 7 вечера, потому что в 7 вечера начинается вторая, скажем так, составляющая работы. Это либо театральные постановки, либо, так сказать, концертные программы и так далее, и тому подобное. То есть вот такой нормальный, хороший рабочий день. Надо сделать еще несколько шагов для того, чтобы тот результат, о котором вы говорите, он мог быть достигнут. Ну, во-первых, должна быть какая-то основа. И сейчас вы знаете, что происходит реконструкция киностудии «Беларусьфильм», которая должна быть закончена. И с точки зрения технологий мы уже должны быть, если не впереди планеты всей, то, во всяком случае, на достойном уровне. Технологии – это одно, надо еще уметь ими воспользоваться. Тем более, что они изменяются очень быстро. Поэтому надо, чтобы у нас были и люди, которые умеют обслуживать эту технику, и люди, которые могут ее использовать в своих творческих интересах. Поэтому на сегодняшний день стоит вопрос о том, как нам воспитать, так сказать, новое поколение творческих людей и сопутствующих им специальностей. Это тоже большая проблема. В какой-то степени да. Но голодный художник, он будет рисовать натюрморты. Неудовлетворенный художник будет рисовать обнаженную натуру. Сытый художник, он будет рисовать наоборот, то, что, так сказать, ему не хватает. Поэтому тут надо смотреть очень диалектически. Да, вы знаете, что это действительно радует, потому что в последние годы у нас изменился подход именно в поддержке культурных проектов, культурных инициатив. И у нас уже нарождается класс или группа людей, которые готовы выступать в поддержке культуры. И не просто готовы, но они уже это делают. И они уже либо большими, либо малыми средствами, своими затратами, они как раз поддерживают те или иные культурные проекты, инициативы, с которыми выступает министерство, или те, с которыми они выходят сами. И, например, динамика, я так сейчас вспомню хотя бы приблизительно, но если в 2012 году у нас было где-то до 50% проектов, которые поддерживались меценатами, то уже на 10% больше было в прошлом 2013. Я считаю, что это хорошо, потому что всегда надо защищать свой рынок. Мы с вами говорим уже не о высоком искусстве, мы с вами переходим в сферу шоу-бизнеса. А шоу-бизнес – это такой же бизнес, как и любой другой. Поэтому обязательно протекция, обязательно защита собственного рынка. Получилось так по жизни, что я интернетом и в целом заинтересовался достаточно давно, и даже написал диссертацию, посвященную мультимедийной культуре. Поэтому уже когда мне на практике, мне уже сегодня это как-то не особо интересно, честно говоря. Хотя по необходимости, безусловно, я пользуюсь всеми теми возможностями, которые предоставляет интернет. Но дело в том, что вы сами понимаете, что источником новостей в области культуры, но, во всяком случае, республиканского масштаба, я не могу сказать, что являюсь я сам, но, во всяком случае, Министерство культуры и те направления, которые я в рамках Министерства курирую, это уже, так сказать, источники порождения информации. Поэтому я смотрю не столько, так сказать, информацию, а сколько ее интерпретацию уже в интернете, как она подана, как ее обыграли, как ее, так сказать, на нее прореагировали и так далее. Читаю я одновременно где-то от трех до пяти книг. Да, надо так сказать, потому что одни научного характера, другие, скажем так, более для души, третьи вообще для того, чтобы на сон грядущий спокойно, так сказать, уснуть в оставшееся время и проснуться, как говорится, со светлыми образами и желанием работать. Я сейчас на сон грядущий перечитывал «Новую землю» Якуба Колоса, потому что Василий Петрович Шерненкович, наш замечательный художник, он как раз сделал издание новое этой поэмы со своими замечательными новыми иллюстрациями. Я сначала взялся, просмотрел иллюстрации, а потом зацепился, конечно, за текст. А это классика, то, о чем мы говорили с вами. А я считаю, что это все равно основа нашей мыслительной деятельности. И хотя мы уже давно поняли, что сейчас идет какая-то доминанта именно визуальной культуры перед культурой чтения, но тем не менее вы сами как профессионал знаете, что прежде чем что-то создать, чтобы увидели, все равно надо это написать, прочитать и так далее. Поэтому обучение, воспитание, оно все равно начинается со слова, и это слово письменное, как бы мы ни хотели. Я думаю, что герой нашего времени, конечно, это человек, который достаточно инициативен, который образован, который, безусловно, весьма культурен в широком смысле этого слова. И, что самое главное, это патриот, который любит свою родину. Для меня великая красота – это женщина. Это воплощение всей красоты мира в ее ипостасях, и нравственное, и физическое совершенство, и умственное. И поэтому, если говорить так, то это объект и подражания, и отражения в искусстве, в художественной культуре, во всех видах искусства. Поэтому вот такой вопрос, такой ответ. А вы знаете, что Министерство культуры сегодня нужно для того, чтобы еще все-таки осуществлять те функции, те функции, которые так или иначе являются централизованными и которые могут со временем, безусловно, отмереть, когда каждый проявит инициативу и тот контингент, о котором мы говорили чуть-чуть раньше с вами, отвечая на вопрос о меценатах, спонсорах и так далее, когда это станет доминирующее просто-напросто количество людей таких, которые готовы будут поддерживать культурные инициативы. Тогда Министерство культуры, оно не нужно будет. Но пока, понимаете, этот процесс надо немножко, скажем так, подталкивать. Ну что ж, значит, нужна система, нужны люди, нужны определенные, так сказать, органы, которые должны контролировать и те же финансовые потоки, которые идут со стороны бюджета, со стороны государства.